всем доброго времени суток подписчикам канала всем привет несколько таких вот сейчас будет интересных публикаций последнее время познакомился с очень интересным человеком который уже на протяжении многих лет занимается выращиванием грибов и я думаю его опыт его понимание процесса происходящих при этом будет полезно всем нам заодно я несколько раз послушаю потому что есть что послушать и поделюсь с вами нашим нашими беседами значит с этим человеком ну как обычно цитата дня вместо цитаты дня мне бы хотелось рассказать одну такую интересную историю когда я был в монастыре святого ильи молдавии один раз мы там во время службы храме мы находились там около храма на улице значит присели там на ступеньках но и рядышком с нами в колясочке сидел значит очень старенький такой батюшка монах который прожил многие годы в этом монастыре очень такой вот старый он сидел в коляске внешний вид его немножко так вызывал такое уже сочувствие ему вот такому соответственно возрасту ему было уже по моему 94 года самое интересное когда вот вроде так постоянно вроде как спал но когда он к нему обращались поражала просто ясность ума этого человека его ясность его четкие ответы и такое полноценное присутствие на по ощущению это было как молодой человек то есть его восприятие мира осталось очень таким вот ясным несмотря на такое физическое состояние и почему я хотел за него рассказать очень такая была удивительная история мы общались на разные темы с григорием который присматривал значит ну не присматривал а помогал этому значит батюшки то есть уже старый и сам себя не мог обслуживать поэтому этот григорий значит ну помогал ему там разных жизнь житейских моментах как сиделка вот и мы с григорием общались на разные темы и вот григорий мне сказал что батюшка была очень такая насыщенная предыдущая жизнь значит он побывал во времена значит там коммунистической это власти и так дальше поездил по соловках то есть по вот этих лагерях в общем длинная такая сложная у него была жизнь за его религиозное убеждение ему пришлось пройти через вот такие испытания то есть пройти разные там вот эти советские лагеря и так дальше но и в момент этот григорий обратился к батюшке и говорит батюшка ну скажите там расскажите а поведайте так григорий батюшка поведайте о своей жизни на что батюшка так сидел в этой коляске поднял голову посмотрел на нас так и сказал такую удивительную фразу которая стала когда для меня фразы на этот период он сказал устал я поведовать вот такая цитата дня на сегодняшнюю публикацию а сейчас давайте послушаем валентина то есть валентин я мы с ним общались таком телефонном режиме и давайте послушаем то о чем мы с ним там на общались в это время я буду заниматься своими какими-то делами которые неотложны которые мне нужно делать и заодно вместе с вами мы будем слушать то что будет рассказывать валентин вот и поднимается теоретическое помещение понимаешь и поднимается власть но против ветра итак и ты если ты создаешь при оккупации высокая влага у тебя а блок должен испарять потому что винт же нагревается это как чайник начинает с носика парить правильно чайник ну да и таки блог коль он нагревается то есть если он влагу будет испарять и мало того винт начинает уплотняться их эти растут корни сразу мы их не видим мешок делается матовый а потом корни утолщаются в него вены скажем как у человека у мужика здорового сразу их у дитя маленькие вены их не видать а потом мужик уже здоровый уже вены видать здоровые так и в блоке так само мы сразу их не видим потом они делаются делай делай ну и все уже делается вроде большое ну уже побелел мешок мелы поэтому ты вот и смотришь ну что ну центр мешка градусный вот человеком поднялся до 30 градусов и пио поднялась и в природе так устроенный что он поднимает всего до 5 до 6 тысяч пиэм выше не надо поднимать пиэм измеряется 5-6 тысяч для чего для того чтобы убить своих конкурентов конкуренты не могут выжить в таком высоком пио даже зелено 3кд она не выдерживается понимаешь ты убиваешь сам грипп он от природы устроен чтобы убить своих конкурентов чтобы ничего у него не было поэтому как скурс пернул и никто лев убегает от него и он потом убегает потому что затохнется как и ты вот достиг до 5 тысяч пиэм всего потом немножко проветриваешь помещение когда мешок нарелся там до 30 и постоял сутки не больше там 32 ну пиковая температура главное чтобы помещение одинаковую температуру и потом мешок падает температура в центре мешка начинает падать вниз это говорит о том что корни уже пришли к перфорации и начинают вязать узелочки поэтому надо тебе скинуть 5 тысяч потихоньку скидываешь скажем там ну в центре блока станет 26 помещение будет 20 в центре блока будет 26 25 с половиной ниже нули упадет если правильно заряженный мешок и он тогда это завязывает когда он остановился почему когда он поднял температуру 30 допустим градусов постоял там пол суток или сутки и пошел вниз это все правильно тебе идет но если он стоит больше суток температура в центре блока это говорит о том что у тебя идут побочные эффекты какие-то он не может скинуть в лаву для помещения высока влага он не может скинуть где высокое целло винт давится получается рециркуляция высока скажем так вот он опять же давит он не может это выдержать он начинает гибнуть начинает появляться конкуренты у него он начинает с ними сражаться ягновидный боксер вот таким способом ты когда я не упал уже на 26 градусов у тебя и остановился все это говорит что корни уже полностью их они правильно называются пришли к перфорации и он начинает вязать узлы вот тут у тебя 1300 ппм должно быть и влажность должна у тебя быть в этом уже пределе 85 процентов все а когда он развивается и выкидывает влагу а если в помещении будет высока влага он не сможет ее сбрасывать он начинает с центра блока нагретый подранять пленки и ну не может вот влагу она остается возле пленки вот здесь и тут может появиться стрекодерма потому что метели ты утопишь а раз одно в поисло значит второе заведет поэтому дать обязательно ему сбрасывать эту влагу да это все дело ну возможно если иметь вот все-таки co2 вот этот измеритель тогда можно это конечно без него просто нет ты теряешь столько денег поверь мне я понял теперь смотрите давайте мы вечером с вами созвонимся относительно телефона вот такое повествование если у вас были вопросы для чего нужно измеритель c о то вот вы только что слушали валентина он вам пробовал объяснить что нет то есть я с вами поделился значит измеритель co2 позволяет контролировать происходящее помещение в выростном помещении грибов процессы и управлять этими процессами в том направлении которое нам необходимо получается вот это вот это регулировка вот этих процессов позволит нам увеличить нашу урожайность грибного помещения ну где-то в районе как минимум это восемь десять процентов больше грибов мы сможем дополнительно получить на выгонки вот такая история это такая небольшая часть нашего общения будет еще одна публикация там продолжу я общение относительно вот этого измерения так что следите за каналом подписывайтесь и в дальнейшем будет много еще полезных роликов